Дело такое, что многие получают соответствующее образование. Ну, например, кончайд МГИМО. И он же идёт по политической линии жизни. И здесь, естественно, он здесь приобретает квалификацию, здесь он получает и хлеб насущный, здесь он должен на этом поприще и стараться проводить соответствующую деятельность, в русле всё-таки, насколько это только позволит, евангельских заповедей. Но он не может не заниматься политикой. То же самое относится и к другим направлениям человеческой деятельности. Кто-то культуролог – пожалуйста, писатель. Так что множество направлений деятельности обусловлено полученной стезёй, на которую, так сказать, промыслом Божиим родителей, может быть, самого стремления, он оказался поставлен. Вот таким образом. Но здесь, здесь только, он должен всячески наблюдать, чтобы проводить свою деятельность в русле заповедей Христовых. Максимально. Насколько это возможно. Неважно, каким он – политик он или тракторист. Неважно. Вот так, культуролог или там доярка. Всюду, всюду. Хватит для каждого человека в рамках своей деятельности того, чтобы понуждать себя к жизни по заповедям Христовым и избегать греха. Всё зависит от силы его веры. По силе веры он должен избирать себе, себе, так сказать, выбирая из каких-то, как говорят, двух зол меньше. Вот так. Недаром Христос сказал, что вы оставили суд и милость, когда обличал фарисеев. Суд, то есть рассуждение. Святые отцы говорят, нет добродетели без рассуждения. Христос принёс нам свет и разум. Всюду подчёркивается вот этот принцип рассуждения. И вот здесь, когда человек оказывается, то нужно рассудить. Вот моя вера. Вот цель моей жизни. Вот к чему я, в конце концов, должен буду прийти. Итак. Вот так. И здесь тогда, я думаю, что, по крайней мере, он сможет избежать от каких-то хотя бы крайних вещей. Хотя бы, хотя бы этого. То есть изберёт, вот если нет другого выхода, то он изберёт, по крайней мере, что-то меньшее. Меньшее. Но я вам скажу ведь. Многие отказывались даже от огромного богатства. Он Арсений Великий. Царедворец был. Знатнейший человек. Бросали даже это и уходили. Поэтому нужно почаще обращаться к жизни вот этих великих людей с тем, чтобы не бояться и хоть немножко верить Богу. Богу верить, что если я действительно буду, постараюсь жить по совести, так Бог устроит мою жизнь. Надо в это поверить. Устроит и устраивает. И устраивает. Причём такими, подчас, путями, о которых просто даже и не придёт и в голову никому. И устраивает. Тот человек поэтому, который ради Бога откажется от какой-нибудь пакостной деятельности, а есть такие виды, именно пакостные деятельности, Бог устроит его и наградит его в тысячу раз, даже в земных условиях. А уж не говорю там о вечной жизни. Поэтому нужно всегда руководствоваться именно верой, верой как таковой, вот, и рассудительностью.